МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Высота 102 на Первом Волгоградском канале. Апелляция на приговор за взятки. Сегодня суд выслушал последнее слово бывшего вице-мэра Волгограда. Тарифы от стабильности. Управляющая компания выставляет жильцам завышенные счета. Городичинский коллапс. Сити-менеджер все же ушел в отставку, а зампредседателя Думы объявлен в розыск. На встречу празднику Победы улицу имени Героя засыпают мусором и трупами животных. Волгоград активно готовится к 9 мая, 70-летию Победы. И чем ближе дата, тем больше кучи мусора на улице имени Героя Великой Отечественной войны юного разведчика Саши Филиппова. В начале марта высота 102 проехала по запущенным улицам города Героя Волгограда, названным в честь прославленных полководцев, Героев Советского Союза, и особенно потрясла улица имени Саша Филиппова, зверски убитого фашистами в 1942 году. Местные жители уже который год ведут безуспешную борьбу со свалкой. К сегодняшнему дню она стала заметно больше. Мусорные баки, которые раньше здесь иногда выставляли, исчезли вовсе. Стали сюда везти не только бытовой мусор, но и все, все, все. Вот, как вы видите, от листьев, веток, строительный мусор, даже дохлых животных. В связи с этой мусоркой у нас появились крысы, потому что они лазают не только по мусорке, естественно, они лезут к нам во двор. При этом за вывоз мусора люди платят исправно. В квитанциях за эту услугу числится некая фирма «Эко-Альянс». О том, что мешает администрации Ворошиловского района города привести в порядок улицу имени Героя, на высоте 102. Сегодня стало известно, что глава администрации городичинского района Юрий Долидзе добровольно ушел в отставку. Напомним, на минувшей неделе районная дума большинством голосов досрочно прекратила полномочия главы администрации муниципального образования в связи с его неэффективной работой. На следующий день суд временно вернул Юрия Долидзе на пост главы администрации района. И вот теперь добровольная отставка. Сегодня же в Волгоградской области объявили в розыск зампредседателя городичинской районной думы Андрея Паскаля. Он пропал еще в понедельник, не явившись в следственное управление, куда его вызывали в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении него по признакам присвоения бюджетных средств. Сегодня коллегия по уголовным делам Волгоградского облсуда рассмотрела апелляцию на приговор бывшему заместителю градоначальника Волгограда Игорю Куликову. Экс-зам мэра Куликов, который руководил в город администрации департаментом ЖКХ и ТЭК 17 ноября прошлого года, был приговорен к 12 годам заключения Центральным райсудом за миллионные взятки от руководителей подрядных организаций, которые выполняли капремонт жилого фонда. Защита осужденного подала апелляционную жалобу в областной суд, требуя отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение. Гособвинение, в свою очередь, настаивало на ужесточении наказания Куликову, обязав его помимо лишения свободы на 12 лет в колонии строгого режима, также выплатить штраф в размере 100 миллионов рублей. Сам Куликов сегодня по видеосвязи из СИЗО в своем последнем слове просил суд оправдать его. Оставить без изменения апелляционные жалобы с дополнениями осужденного Куликова, его защитников, адвокатов Сычугова и Устрикова, апелляционное представление с дополнениями государственного обвинителя без удовлетворения. Кладбище города Ленинска Волгоградской области засыпало мусором, принесенным ветром, сблизлежащие площадки для утилизации технических и бытовых отходов. На видео, присланном в высоте 102 жителями Ленинска, коммунальщиков не видно. Как сообщили в администрации Ленинского района, на сегодняшний день территория свалки оценивается для выставления на аукцион для сдачи в аренду. А в районном отделе по управлению муниципальным имуществом отметили, что мусорную площадку переносить подальше от кладбища в администрации не намерены. Платежки, в которых плата за отопление подскочила сразу на тысячу рублей с каждой квартиры, получают жители дома номер 6 по улице Титова в Волгограде. Их обслуживает управляющая компания «Стабильность». И год назад «Стабильность» посчитала, что среднемесячный объем потребления тепловой энергии на один квадратный метр в доме вырос в два раза. И почти в полтора раза стал больше норматива, утвержденного администрацией Волгоградской области. Управляющая компания «Стабильность». С чем это связано? Они нам дали письменный ответ с формулами, с такими, которыми я не знаю, только действительно Эйнштейн может разобраться, что я уже считаю недопустимо. Это касается прокуратуры районной, это касается отчасти прокуратуры городской, которая сначала прислала ответ о том, что все прекрасно. Через 10 дней они присылают ответ, что оказывается, все было с нарушением. За что мы платим такие деньги? За что? В квартирах холод, сок разваливается, просим отремонтировать, не делают, не делают. За целый год получилась сумма немалая. И как мы дальше будем жить с этой компанией, которая должна нам столько денег. Подробнее на эту тему на высоте 102. На этом все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова